Аня Артемьева В 1993 году она была основана совершенно сумасшедшими людьми, которые самовольно ушли из комсомольской правды. В 90-х это было самое мощное, самое творческое, креативное и многотиражное издание. Все молодые сумасшедшие работали там. Это была гласность. В общем, они просто бомбили. Но в начале 90-х журналистский коллектив, который управлял редакцией, у них начали не самыми честными и чистыми путями скупать акции. И стало понятно, что газета переходит в руки одного собственника, а не журналистского коллектива. И те люди, для которых это было принципиально, ценности свободной журналистики и тем, что устав редакции и управление редакцией принадлежит редакционной коллегии, то есть коллективу журналистов, они просто встали и ушли. Это было 9 человек. Муратов, Ярошок, Дьякова, Кажуров и еще несколько наших коллег. Ушли они в никуда. Не было ничего, они там на какой-то коленке печатали, распечатывали эти газеты. Первые поэтому назвали ее «Новая», раздавали у метро. Первые 10 компьютеров купил Горбачев на свою Нобелевскую премию и подарил редакции. И в общем 25 лет газета так и существует. Всегда контрольный пакет был у коллектива журналистского. То есть какие бы ни были акционеры, поддержка и так далее, окончательное решение всегда было за редакцией. У нас до сих пор раз в два года мы избираем главного редактора. Много лет это был Муратов, сейчас это Сергей Николаевич Кажуров. Газета выходит в бумажной версии три раза в неделю. Это огромный технологический процесс. Люди, силы, ресурсы и деньги. Естественно, это очень плохо купается. Но это принципиальная позиция, что мы выходим на бумаги. И плюс у нас есть сайт. 5 миллионов уникальных пользователей в месяц. Газета 6-я, по-моему, за октябрь, по последним данным. 6-я по цитируемости газета в СМИ. И 3-я по цитируемости в соцсетях. И, конечно, вы знаете новую газету по расследованиям, по большим коррупционным историям. И это как за наша фишка. И очень долго визуальная составляющая фотографа и какие-то фотоистории в общем были далеко не на первых местах в газете. Потому что главное всегда это были слова, факты, цифры. И последние несколько лет мы как-то пытаемся это менять. Потому что понятно, что визуальная часть это важно. Я как раз хотела показать вам то, что мы пытаемся делать с какими-то историями, которые сложно визуализировать. Расследования, проблемы, репортажи, какие-то экстренные вещи. И мне кажется, то, чем занимается спеццентр иногда, когда вы пишете о своих героях, о героях, о людях в экстремальных ситуациях, в травматических ситуациях, со сложным доступом, иногда с закрытыми личными данными или лицами, это пересекается. И очень интересно нам вместе посмотреть и подумать, и потом, может быть, вы мне подскажете, что вы делаете, когда работаете над такими подобными историями социальными. Давайте покажу немножко картинок. Я сейчас начну со старой истории, с такой классической. Это история про крокодил. Может быть, вы её видели. Это 2011 или 2012 год. Помните, была эпидемия дезоморфиновых наркоманов в России, крокодильщиков так называемых. Это люди, которые в основном соскакивали с героина, потому что уже это было слишком дорого. И на вот этот самоварный, самодельный, очень грязный наркотик на основе коденцидержащих препаратов, которые тогда можно было вообще в аптеке купить. серый со спичек, отбеливателя, бензина, в общем, всё это сложный технологический процесс перегонялся, и просто регионы сидели на этом дезоморфине. И мы решили сделать об этом историю. И, в общем, был вопрос, как мы будем делать, что мы будем снимать. И вот этот момент, когда ты садишься с пишущим автором, с тем, кто будет писать, и вы вместе думаете, о чём будет текст и о чём будут картинки. Иногда это совпадает, иногда это идёт параллельно, иногда это перпендикулярно. К счастью, в нашей редакции у нас, в общем, сложно с вертикалью, но очень круто с горизонтальными связями. Если мы работаем над темой, мы садимся вдвоём или втроём непосредственно с теми людьми, кто будет авторами истории, и мы просто придумываем, как что наше произведение, какое будет цельное. Мне кажется, этот подход более рабочим является, чем когда ты получаешь задание редакции, тебе редактор говорит, вот езжай, надо пять фотографий привести, три вертикальные, четыре горизонтальные, там должно быть три портрета, два привязки к месту. Круче, когда редактор может с тобой сидеть, и с пишущим, и с фотографом, и вы придумываете, брейнстормите вместе, как и что можно сделать. Потому что тогда ответственность и риски, и затраты по времени, эмоциям и силам, в общем, сразу всем понятно. У нас, ещё раз повторюсь, к счастью, сложились такие команды фотограф-пишущие, которые могут вместе придумать и перед редактором защитить свою историю. В общем, мы с Леной Костюченко, нам все знают, этого журналиста, журналистку, мы подумали, что, в общем, какие у нас есть варианты, да, вот проблема большая, дезаморфиновые наркоманы в России, эпидемия, что, как мы делаем. Вариант, либо мы идём в революционный центр и снимаем тех, кто пытается вылечиться, соскочить, и эти люди более открыты, готовы, да, себя показать и что-то рассказать. Это вариант. То есть мы действуем через революционные центры и их подопечных, их пациентов. Второй вариант. Мы работаем с волонтёрскими организациями, у которых есть доступ к таким людям, которые им помогают, то есть зависимым, которые там привозят шприцы, еду, да, как-то поддерживают на месте и пытаемся через них выйти, на этих людей, с ними поговорить. Третий вариант. Я так рассказываю просто всю кухню, да, вот мы сидим и накидываем. Третий вариант. Мы идём в, как эта штука называется, по борьбе с наркотиками, да, ну, к полиции. ФСКН. Да, ФСКН, да, идём в ФСКН, спасибо. Просим у них помощи и, в общем, по их наводке находим кого-то и действуем через них. То есть что мы... И снимаем рейды, да, на картинку у нас рейды, как они задерживают, арестовывают, как они с этим всем борются. Мы понимаем, что мы этого не хотим всего, а мы хотим и в тексте, и в фотографиях увидеть людей конкретных, которые зависимы, которые больны, и увидеть их повседневную жизнь. И просто с ними прожить отрезок их жизни и увидеть, в общем, как они это делают. Мы понимаем, что это не Москва, это должен быть какой-то регион. Мы смотрим всю информацию и находим, что в Башкирии ФСКН просто произвело какую-то потрясающую операцию, они там что-то делили рынки, в общем, они закрыли героиновые поставки вообще во всю Башкирию в течение нескольких месяцев. Ничего не было, и там действительно все варят, все бывшие героиновые наркоманы варят этот дизоморфин. Мы приехали в Башкирию, в Уфу, и стали, в общем, искать также через ФСКН и через фонды выходы на людей, которые зависимы, но которые не находятся в реабилитационном центре еще и которые еще не арестованы. Мы сидели в Уфе, наверное, недели две. Это было очень эмоционально тяжело и затратно, потому что, то есть мы каждый день ходили, общались, но мы не могли выйти непосредственно к людям, потому что менты, полицейские нас провезли по своим каким-то точкам, кого они еще не арестовали, но кого они контролят или кого они используют в качестве осведомителей или свидетелей. В общем, тех, кто под ними, со словами, ну, идите, пощелкайте там своих зомби, вот у вас есть несколько минут. И это было абсолютно, ну, бесчеловечно, и это было не то, что нам нужно, и мы с людьми не могли общаться, и постоянно были полицейские, да, и это был какой-то непонятный формат. С волонтерскими организациями мы ходили, приносили эти шприцы, какую-то еду, пытались взойти взаимодействовать, попросить телефона, попроситься на разговор, но ребята зависимые из-за того, что это такой сложный процесс, круглосуточный вот этой варки, и они просто измотаны этим состоянием, потому что они только ширяются, да, и начинают варить сразу следующую дозу, потому что это там надо 3 часа, чтобы ее сварить, то им вот не до разговоров, и вообще не до чего, и они тут же забывают через полчаса обо всем, что в общем вне, да, и нету никакого внешнего интереса там, ни чай попить, ни поговорить, ничего. И я к тому, что когда вы, ну то есть по моему опыту, да, если вы начинаете какую-то большую историю, знайте, это долго, это нормально, то, что вы тратите силы, нервы в пустую, иногда не снимая, это нормально в нашей профессии. Я не знаю, вы мне потом ответите на этот вопрос, у меня это вопрос, работает ли штука с продюсерами, на моем опыте нет. У нас никогда так не получалось, что есть какой-то внешний человек, который находит тебе героев, находит тебе историю, договаривается обо всем, подписывает все модельные релизы, и все, и ты такой заходишь и снимаешь, там уже вся картинка стоит, все согласны, и все тебя принимают. Мне кажется, история с продюсерами, фото-журналистики не работает, потому что пока ты сам не нашел человека, пока ты с ним не поговорил, как есть, пока ты не понял ситуацию, чего ты хочешь и как. Ну, то есть, как бы, это продюсер, это мы, мне кажется. Ответьте мне потом на вопрос, как у вас это происходит. В итоге, мы запомнили адрес одной квартиры, в которую нас привозили менты. Очень быстро, они нас запустили на 2 минуты вот с этими словами «Снимайте своих зомби». Там действительно жила семья, трое или четверо человек, очень напуганных, очень в плохом состоянии, потому что люди гниют изнутри, когда они это делают. Да, еще нам менты сказали, что, ну, это зомби, они вообще ничего не чувствуют, эти люди, просто у них гниет мозг вместе с телом, и вы там с ними, о чем там разговариваете, они только мычат. Мы запомнили адрес, и вернулись, короче, без полицейских, просто вернулись, позвонили, нам открыли дверь, и мы, наверное, полчаса говорили, мы объясняли, что мы знаем о том, что вот есть такая проблема, мы журналисты, мы из Москвы, мы хотим сделать историю, мы хотим, чтобы вы нам рассказали, а не полицейские, не волонтеры, не медики. Мы хотим про ваш опыт, мы хотим конкретно ваши истории. Мы не можем дать вам никаких гарантий, кроме своего честного слова, что все, что вы попросите, не писать и не снимать, мы не будем делать. Нас действительно это волнует, вы увидите все фотографии, мы не хотим вам никаких проблем, они у вас и так есть. Мы с вами вместе хотим договориться, как бы мы могли рассказать вашу историю, и что можно снимать, и что нет. Мы, в общем, очень как-то долго это говорили, и люди, у которых, по словам полицейских, нету чувств, мозгов, и они вообще ничего не соображают, в общем, девушка одна заплакала, она просто заплакала, и начала рассказывать про себя, и было понятно, что вот этот доступ мы получили. К чему это? Я к тому, что если вы работаете на большой длинной истории, серьезной, вы героям должны говорить все, как есть. Мы не пропорадцы, мы не воруем, мы не подглядываем, мы просим разрешения прожить кусок и посмотреть. И нам должны его разрешить. А для того, чтобы разрешить, наш герой, человек, про которого нам интересно, он должен точно понимать, что нам интересно, почему, как и что будет в итоге. Поэтому вы все должны это объяснить. Это нормально. То есть это несложно, это нормально, нормально быть откровенным, нормально быть открытым. очень важно для меня всегда было, что я точно знала, куда эти фотографии, где они будут опубликованы. В новой газете или в других изданиях, с которыми я сотрудничаю. Там, где не зашквар. то есть если люди тебе доверились сделать, да, про их жизнь, историю рассказать, показать, ты должен четко понимать, с каким текстом, на каком ресурсе, на какой платформе это будет использовано. Поэтому я призываю всех быть очень сенситив со своими правами на те произведения, которые вы делаете. Если вы работаете над социальными историями, да, и работать с теми изданиями, которые, ну, как-то ответственны и которые, в общем, про людей. Потому что, ну, вот подобные фотографии, можно я вот полистаю, да, вот что у нас получилось. Ну, я себе не представляю, чтобы, например, я могла это продать фотоагентство или фотобанк или еще куда-то, или чтобы там был какой-то другой текст, кроме текст моих коллег Лены Костюченко, да, потому что это важно. Блин, это, короче, ну, это профессия про нашу жизнь. И мне кажется, ну, вот это вот принципиально, где ты потом это показываешь, с чем вместе ты это показываешь, с кем ты вместе работаешь. Там, слава богу, через год запретили продажу этих коденцидержащих препаратов, и, в общем, эпидемия закончилась, почти нет сейчас листов прям наркоманов. И мы сделали материал, который весь как бы цикличный был. Вот целый день, круглосуточно они варят. Мы закрыли лица как могли, то есть на фотографиях не было региона, города, имён, и вот как бы не было лиц, то есть мы ничего специально не заблёривали, но как бы тут люди неузнаваемые, и они под это были согласны. Вот. Такая история старая, классическая, классического подхода, ты просто снимаешь, наблюдаешь без концепта, без ничего, это репортажная, обычная съёмка, сложная, эмоциональная и по времени, потому что понятно, что, вы понимаете, мы там сидели, неделю, наверное, там жили, ели, спали, разговаривали. Окей, следующее. Сейчас я вам покажу военную историю, Донбасскую, 14-го или 15-го года. Да, я поняла? Тоже про подход. Давай пока. Просто вот так. Пусть под просто... Да, вот так. В общем, война когда началась, мы ездили несколько раз с коллегами и на одну сторону, и на другую, делали материал, ну, как бы обычный, классический, да, журналистский материал из лагеря беженцев с российской стороны в российском городе Тонецк на границе с ЛНР. И через несколько месяцев в общем беженцы, которые сначала бежали в Россию и ехали там в Сибирь, стали возвращаться, потому что как бы вроде бы затихло, чуть-чуть, и люди стали ближе к зиме, в общем, уже беспокоиться за свои дома и стали возвращаться. Мы очень правильно взяли телефоны у всех, то есть мы пока были в лагере беженцев, мы взяли телефоны у всех, кто поехал в Омск, в эвакуацию, в Екатеринбург, из Украины, да, и из Украины, с Украины, как я знаю, правильно сказать, издачусь. И мы периодически им звонили, узнавали, как у них дела, что у них происходит дома, что у них происходит в новых местах, где они живут, в России, где им предоставили убежище. И, в общем, две бабушки из маленького городка Луганской области, даже не городка, а посёлочка, такая деревенька, Новоанновка, они нам сказали, что они возвращаются. Они были где-то, если я не ошибаюсь, ну, в Сибири, короче, они где-то были в эвакуации, и они сказали, что мы на свой страх и риск поедем обратно, потому что вроде как не стреляют, вроде как что-то там соседи возвращаются, дом бросили, поедем. Это ЛНР, да, это под Луганском, там 50 или 70 километров. И мы решили, что мы пойдем с ними и пройдём этот путь обратно, как бы перейдём через границу и приедем с ними домой. И это тоже история обычная, классическая, мы просто к ним подсели в поезд и снимали, как они возвращаются. Снимали несколько дней, и, в общем, через вот этих двух героев, которых, ну, как-то так само даже получилось, не то, что мы искали, вот вся ситуация на тот момент, что происходит там, когда жёсткие, агрессивные боевые действия закончились, то есть как бы не бомбят, но прилетает несколько раз за ночь в неделю, и ничего не закончилось, и вообще ничего нет. В общем, через этих двух сестёр, бабушек, как бы мы провели их, это было как-то какое-то прицельное. И два дня они едут в этом поезде со своими тюками, вот они выходят на станции с нашей стороны, в Донецке, и везде стоит тяжёлая техника. это пункт перехода через российско-украинскую границу, ЛНР, то есть это граница ЛНР. Их встречает сын, который в ополчении. Ополченец, вот они возвращаются в свою деревню. Вы видите, да, пустые полки, потому что нет ничего, это просто как какие-то дикие там голодные годы. Это вот дом, в который прилетело. Их... Ни воды, ни света, естественно, нет. Соседские дети. Вот так выглядят дома в посёлке. Вот они готовят на таких мангалах. То есть это была норма жизни в течение года, наверное. Те, кто остался. Вот эти сёстры, вернувшиеся. Вот так они готовят. Вот так они встречают соседей, что все живы, выпивают за тех, кто, что все живы. Вот так выглядит посёлок соседний. Это сходка. Это вот люди совсем ошалевшие. Вот женщина слева, обратите внимание. Так выглядят дома. Это Луганская область. Кошки полуживые. На танки забираются, чтобы поймать сотовую связь, потому что ничего не ловят. И люди несколько раз в день ходят на танки, потому что хоть вот как-то вот так вот. и везде, везде лежат останки остовы, тяжёлые техники, гранат, растяжки. И пока мы там буквально несколько дней, и пока мы там буквально несколько дней, получается так, что зять этих женщин, двух сестёр, муж одной из дочерей этой женщины, подрывается на растяжке. То есть это мирное поле, но когда одна из сторон отходила, осталась растяжка, неизвестно с какой стороны, с украинской или с нашей, и мужик, гуляя с собакой в поле, просто подрывается. Вот его друзья его эвакуируют, аккуратно обходя эти места, на одеяле, мужики рискуют как бы с собой, решают его всё-таки похоронить. Окей, следующее покажу. Все видели, наверное, это наша история про... которая называется «58-я неизъятая». Наша книжка вышла, которая родилась из газетной рубрики. Новая газета всегда... Вот сколько лет она существует, 25, мы всегда поддерживали историю про память о репрессиях, сталинский гулаг. У нас была даже вкладка, правда, гулага. И памятник «Стена скорби», который сейчас поставили на проспекте Сахарова, на Садовом, на пересечении. Это большая заслуга мемориала и Муратова, нашего бывшего главреда, потому что они просто прокачивали это годами и с администрацией президента, и с Медведевым. В общем, это была заслуга частично газета тоже, то, что этот памятник в Москве поставили. И когда я только начинала, была ещё маленькая, и ходила снимать, много снимала, естественно, каких-то мероприятий мемориала, Сахаровского центра, музей ГУЛАГа. И это была моя история, я вдруг поняла, что вот на все эти мероприятия такие демшизоидные, я замечаю, когда открывается дверь и входят старцы. Они другой ритм задавали каким-то презентациям, книжным выставкам, лекциям. Приходили очень пожилые и совсем другие люди. Это было ощутимо зрительно. И до меня тогда стало доходить, что их мало, но они живы, те, кто сталинский ГУЛАГ прошли. Им действительно по 80-90 лет, они совсем уже плохи, но эти люди, знаете, с ними рядом, ты чувствуешь, как соль земли, потому что повадка, ритм, как они говорят. Это, конечно, были мемориальские старцы, то есть основатели международного мемориала и люди, сильно рефлексирующие, в основном столичные, в основном образованные, в общем, понимающие какие-то процессы и свою жизнь. Но началось всё именно с них. И мы решили, что мы будем про них, мы будем записывать небольшие интервью и делать портреты. И вот этот момент опять, вот, да, тема, сталинские репрессии, те, кто выжил, есть герои. Что мы снимаем? Что это? Портреты, это их старые фотографии архивные, это какие-то коллажи, мы вывозим их на место, их лагеря, снимаем их там. Что будет на фотографиях? Что мы визуализируем? И, конечно, мы подумали, ну, конечно, это портреты, раз это была, там, моя эмоция про лицо, и вот, это крупные какие-то портреты. Второй вопрос был, это портреты, эти люди старенькие, да, им 80-90, у нас был дедушка, которому 103, 103, и он нам чудесно рассказывал, что главную любовь в своей жизни он встретил в 70. Это очень оптимистичное замечание. Вот, он был, то есть, короче, да, истории, мы их куда-то везём, выставляем свет, это всё нет, да, это люди, многие, там, треть, наверное, из них были или лежачие, или парализованные, или уже с трудом передвигались, и это тоже всё было, ну, то есть, надо было иметь в виду, когда мы начинали. У меня был принципиальный вопрос, я снимаю эти все портреты одинаково и только лицо, или я делаю красивые фотографические портреты в интерьере, в свете, с какими-то спецэффектами, как мне один фотограф пожилой сказал, что, ну, там надо было красные всполохи на лице, ну, вот эту всюду буду, да, ну, типа, усилить драматургию. И я подумала, что, чёрт, это дико интересно, потому что у нас люди разные, из разных регионов, наверное, интересно сделать было бы их в их интерьерах, да, домашних, где они сейчас живут, где к концу жизни эти люди оказались. Но, с другой стороны, я поняла, задача показать лица. И я не хочу, чтобы вы смотрели на какой холодильник и розочки на обоих, вот в этой истории, да, я не хочу, чтобы вы сравнивали, типа, кто-то живёт один, а кто-то живёт с большой семьёй, кто-то беден, а кто-то состоятелен. Но вот не про это пусть будет, пусть будет про лицо. Поэтому я решила, как бы, убить себя фотографа. Лица будут просто, это просто каталог, это крупные лица и взгляд в камеру, и они все будут одинаковые. Неважно, кто-то лежачий, сидячий, богатый, бедный, одинокий, счастливый, несчастливый, да, это будут достойные, спокойные, одинаково сделанные, портреты очень пожилых людей. И вторую штуку, которую мы придумали, не брать, ну, там в книге есть архивные фотографии, как они молодые в лагере сидели, а сфотографировать вещь, которая наверняка у каждого из них осталась из лагеря. Это было наше допущение теоретическое, но мы начали спрашивать, и действительно у каждого что-то осталось из лагеря. Или какой-то документ, или справка о реабилитации, или пропуск, по которому они выходили из зоны на поселение, или какая-то кружка, которую они, воруя алюминий, то есть, короче, лагерь там строил что-то и проводил алюминий, а потом зэки, значит, шли, воровали алюминий и плавили его, чтобы сделать себе кружки, а ещё что-то продать. Ну, как бы, в этих вещах начались раскручиваться такие удивительно тонкие истории, детальные, про время, что, в общем, мы стали их крутить, да, или вот, например, на предыдущей фотографии зэк, у которого деревянный чемодан, и он рассказывает там историю про этот чемодан, что он к освобождению, ему уголовники этот чемодан сбили и подарили, потому что он освобождался после десятков лет, отсидев по 58-й политической статье. И этот чемодан, ну, деревянный, до сих пор, у него стоит на антресоле. Шахматы, которые они в лагере вырезали, и они сохранились, то есть этим вещам там 50-60 лет. Там фотографии лагерные, книги, которые в лагере читали люди. В общем, на середине проекта мы вдруг поняли, что, чёрт подери, мы снимаем бывших заключённых политических, да, всех, кого реабилитировали. Но те, кто там же был, их охранял, лечил, кормил, конвоировал, они же примерно, ну, кто-то постарше, но примерно ровесники, значит, они тоже остались живы. И мы решили проект расширить, что у нас будут портреты и бывших заключённых политических, и сотрудников ГУЛАГа. И мы их тоже снимем и спросим, что они помнят. И это было смело, потому что у нас были сильные споры и внутри редакции, и с Мемориалом, и с некоторыми героями о том, что нельзя эти две стороны колючей проволоки мешать в одном проекте и рассказывать одну историю с обеих сторон, потому что как бы одни жертвы невинные, а другие соучастники преступления. Можем ли мы так сказать? Или для нас был вопрос, или всё-таки мы так можем сделать, потому что мы хотим рассказать историю про это время, про эту трагедию для нашей страны, про то, что наши с вами деды и прадеды были по обе, стороны колючей проволоки, и безысходность, слабость, бесправие, страх было там и там. Потому что, когда мы стали встречаться с этими бывшими медичками, конвоирами, цензорами, женщинами, которые шмонала посылки и письма читала и вычеркивалась там, что-то не так ей казалось, то, что они рассказывали, это было так же страшно, как и заключённые. Потому что в далёком посёлке в Коме в голод, конец 30-х, начало 40-х, после войны, дикий голод, отсутствие не то что работы, вообще просто жизни и цивилизации, лагерь был единственным градообразующим предприятием. Туда ломились все. Там был клуб, там была библиотека, работа, кормёжка какая-то минимальная. Да, там были уголовники, да, там были... Ну, там тогда они даже не очень сильно понимали, политически, не политически, там виноват, кто не виноват, кто за что сел, там потом только уже, да, когда уже непосредственно сталкивались и работали. Но лагерь давал, ну, казалось, он давал жизнь, да, а потом люди работали там десятилетиями, потому что некуда было ни уйти, ни уехать, ни вырваться из этой системы. И те, кто выходил, тех, кого реабилитировали, да, после смерти Сталина в 1953 году, там, 1955, 1956, 1957, они уезжали, и кого-то даже дожидались их родные. И они возвращались, да, они не могли вернуться там в большие города, но они из лагеря уезжали. А те, кто работал там, сотрудники, они жили в этой вселенной всю жизнь. И дико также было интересно, как они выглядят, и что они помнят, что они рассказывают, что у них сохранилось. Вот я вам про чемодан рассказала, про деревянные, которые у бывшего заключённого которые ему эти уголовники сколотили. А тут у нас есть фотография бывшего конвоира, у которого дома сохранился прекрасный кожаный чемодан, знаете, такой чекистский. И это примерно одно время, это разные регионы, но на этих фотографиях сразу всё, вот знаете, это прям ощутимо визуально. вот этот сбитый зеками деревянный, которым там ещё не то сахар, не то что-то он за него отдал. И вот этот идеальный, чекистский. И вот визуально мы историю сделали вот такую, да, лица и какие-то вещи с маленькой короткой историей. Это урочище в Карелии, в лесу, которое Дмитриев нашёл, много лет искал и нашёл. Историк Юрий Дмитриев, который сейчас сидит за педофилию, второй раз. Первый раз оправдали, посадили второй. Знаете, да, в кемнике, кто знает? И он много лет, ну, в общем, он знал по документам, которые ФСБшники открыли, он знал, что где-то там рядом с Медвежьей горой была тысячная расстрельная лес. И он его много лет искал и нашёл. Нашёл, подняли, откопали. Книгу он составил 9 тысяч имён. Всё, ну, то есть, всё доказал, что эти кости лежат здесь. И нашёл он, ну, через архивы. Они просто так, там, потому что все, кто расстреливал, они потом сами через два года сели, потому что чистка шла дикая в НКВД и все их свидетельские показания о том, что они делали, как, они есть. И Дмитриев с этим работал. В общем, он нашёл этот лес и это просто лес, и это просто урочище, они это называют, но там нет ничего. И только вот на некоторых деревьях понятно, что очень условно висят портреты людей расстрелянных из архивов. К ним иногда приезжают родственники, и ямы обозначены, потому что, ну, в общем, понятно, где провалы, потому что там человек по 100 не закапывали, но понятно, кто где лежит, неизвестно, и это просто весь лес, это могила большая. И я хотела сделать, я хотела просто показать, ну, как бы показать особенно нечего, да, это просто лес и таблички, как показать, что там, ну, там наши лежат люди, жертвы там лежат, с именами, там 9000 имен, и, в общем, я попросила родственников, мы это два года снимали, которые иногда приезжают туда помянуть, я просто родственников попросила встать у своих могил, так, как будто они на кладбище семейном, и мне кажется, это очень сильно работает, да, потому что есть подпись, есть фамилия, вся семья, и кто у них там лежит, потому что они знают, все у них есть эти фотографии, и Дмитриев их всех назвал. Ну, знаете, да, история продолжается, потому что военно-историческое общество сейчас пытается доказать, что там лежат пленные красноармейцы, которых расстреляли финны во время русско-финской войны там, 1939 года, ну, то есть, как бы вообще вот так, и все, что я, как фотограф, зная эту историю, могу показать, я могу показать вот так, я могу показать конкретных родственников, конкретных людей, которых там зарыли по документам, да, и которые годами туда приезжают, как к себе на кладбище, там есть самый дорогой для меня кадр, где вот бабушка в дождевичке с яичком, столик она там поставила, но вот как вот поминают на кладбищах, вот так же для них этот лес, вот, ну, вот так, вот это, чтобы закрыть историю про ГУЛАГ, сейчас я вам, знаете, что покажу, сейчас я вам покажу одну быстро веселую историю, потому что, мне кажется, я грузунула у вас, это чисто перерыв сейчас будет, если запустится, старая штука, мне кажется, немножко разбавить трагизм, тоже про подход, несколько лет назад в Карелии, как это у нас называется, Министерство культуры запустило новый проект, шикарный, огромный автобус Мерседес, ездил, и ездит, наверное, до сих пор по заброшенным селам, не по заброшенным, по маленьким селам отдаленным и возят книги, книги, интернет, у них там тарелка стоит, и ксерокс, то есть раз в неделю приезжает такая передвижная библиотека для местных жителей, они могут взять книги, что-то отксирить, воспользоваться интернетом, ну, в общем, такая передвижная цивилизация, и книги они возят настоящие бумажные, мы решили, что это отличная история для репортажа, а у нас принципиальная позиция в редакции, что, ну, если репортаж, то мы едем сами ногами, и мы делаем то, что мы видим, и это единственное, на что у нас, сейчас даже, как сказать, это не то, что мы не экономим, но это, короче, главное, на что мы тратим небольшие деньги, которые у нас есть, потому что, ну, в общем, короче, не из Москвы, а чтобы ехать, и вот я понимаю, даже я сейчас поеду, у меня это передвижная библиотека, это выглядит, это выглядит одинаково, да, то есть это мерседес, едет, заходят люди, берут книжки, уходят, снимать, как бы, истории визуальной нет, надо что-то, ну, придумать, про что, ну, что-то показать, потому что, ну, люди в руках с книжками, это немножечко скучно. Я сейчас вам покажу, это такой, помните, раньше был несколько лет назад, модный формат слайд-шоу, когда фотки склеиваются со звуком, сейчас так обычно не делают, то есть, может быть, сейчас мы бы сделали каким-то подкастом или спецпроектом, но тогда мы сделали так, у нас были фотографии, сейчас олдскульно будет, но я хочу вам показать просто ход мысли. Мы попросили всех этих местных жителей, карелов, в основном, ну, не в основном, но как карельских чуваков, кто приходит за книжками, прочитать кусочек из любимой книги или вот из той книги, которая понравилась в последнее время. И мы совместили это с фотографиями вот тех районов, в которые ездит эта штука, модная, большая, сейчас вы её увидите, и местные жители нам начитали вот просто на диктофон куски из своих любимых текстов. И получилось неожиданно. Чтение, да? Так. Говорит, да? Изабель Форсте смотрела из окна спальни на раскинувшийся внизу сад. В этом доме, который располагался в седьмом округе Парижа на улице Гринель, они с Гордоном прожили больше 20 лет. Здесь родились их дети. Здание, построенное ещё в 18 веке, было похоже на подкову, внутри которой располагался просторный внутренний двор, отделённый от улицы внушительными бронзовыми воротами. Изабель любила этот старый красивый дом с его высокими лепными потолками и тёмными паркетными полами. Здесь всё блестело и сияло. А начиналось всё довольно мило. На столе остатки изысканного ужина. К приходу гостя девушка запекла баранью ножку в духовке, красиво сервировала стол, свечи, дорогое французское вино. На полу в спальне вечернее платье, удивительной красоты, лёгкое облако сиреневого шифона, кружева и шёлка. Любовники перекусили и прыгнули в койку под рыцарский балдахин, занялись любовью. Что произошло потом? Потом романтика кончилась и эта ночь стала для девушки последней. Её застрелили тремя выстрелами в упор, стреляли через подушку, чтобы заглушить звук и не испачкаться. Ну там как бы про зону говорили, там как бы война была, ну в Чернобыле там был взрыв огромный, там люди спасались, зомби были, как бы вам сказать, монстры, вся фигня. Исследование верховьев Жёлтой реки, 1880 год. Знаменитая Жёлтая река, или Хуанхе, исследование истоков которой ещё в глубокой древности составляло предмет заботливости правителей Китая. До сих пор скрывает эти истуки наших любознательных европейцев. Самые опасные животные мира. Ну про акул всяких, то что из акул, из каких-то акул делают блюда, ну ещё про всяких змеек, то что убывают змей, и если они чего-то боятся, они могут притвориться мёртвой, и начать пахнуть, как будто бы мёртвая. Ну как бы всё, то что и помню. Я очень ярый свободник фантастики, но у меня больше такого космического направления люблю читать. Был у меня запой. Я читал книги этих всех классиков, Тостоевского, в общем дошёл до Драйзера. На Драйзере остановился. Драйзер очень тяжёлый писатель. Его очень тяжёло читать. Вот. Я хочу до 25-го года дожить, чтобы люди летали на Марс. Я всё прочитал, всю ту фантастику, которая летала, это самое, написано про Марс. Вот сейчас звонок в мою дверь, вот я сейчас читаю, там тоже, вот ситуация такая, женщина, сосед приходит, там к женщине попросить телевизор, а она такая замотанная, у неё двое детей, по сюжету получается, муж у неё подводник куда-то уехал, она с ними, вот показывает мытарство, её в жизни, вот как получается, что потом она оказывается, мужу не нужна, вот оказывается, этот сосед ей помогал, помогал, у них какие-то отношения там развиваются, и в результате они остаются там вместе. Ну там ещё перипетии всякие, вот как обычно, вот в этих. Кто-то, по-видимому, оклеветал в Йозефа Ка, потому что не сделав ничего дурного, он попал под арест. Кухарка его квартирной хозяйки, фрау Груба, ежедневно приносившая ему завтрак около восьми, на этот раз не явилась. Такого случая ещё не бывало. Ка немного подождал, побудел с кровати на старуху, живущую напротив. Она смотрела из окна с каким-то необычным для неё любопытством. И потом, чувствуя и голод, и некоторое недоумение, позвонил. Тотчас же раздался стук, и в комнату вошёл какой-то человек. Ка никогда раньше в этой квартире его не видел. Девушка пела в цирковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пил её голос летящих купол, и луч сиял на белом плече, и каждый драк осмотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбе не усталые люди, светлую жизнь себе обрели. И голод был и сладок, и лыж был тонок, и только высадок. Высок высадки, хворад, причал не тайна. Плакал ребёнок, а тоже никто не придёт назад. Ну, в общем, это такая лёгкая штучка, да, но для меня было неожиданно вот увидеть страну вот так, что что-то там читают книжки неожиданно, и вдруг кавка откуда-то посреди этих любовных романов. Ну, в общем, я к тому, да, что можно крутить. И сейчас, ну, по моему опыту, вот по работе в нашей редакции, да, время, когда ты был только фотографом, закончилось, ну, уже закончилось. Поэтому думайте, ну, то есть, дайте, вы снимаете фото, вы, конечно, снимаете видео, потому что, ну, всем сейчас нужно короткое видео для соцсетей, и как-то подмонтировайте что-то. Конечно, вы снимаете несколько секунд видео, не сильно, там, да, на это отвлекаясь, но это надо делать. Если у вас есть вариант, да, записать какой-то звук, что-то придумать через звук, или подписи какие-то, или короткие истории, делайте это всегда интереснее. Вы, как фотографы, иногда больше, да, про ситуацию, понимаете, или с какой-то неожиданной стороны, да, потому что вы, в отличие от пишущего, чуть-чуть находитесь под другим углом, под другой географией, иногда даже ближе, да, иногда вы даже больше времени проводите. Делайте какие-то штуки, даже подписи расширяют. И придумывайте, вот сейчас придумать, да, вот этот подход, откуда зайти, и что снять, и как снять, и ты будешь снимать репортажно, или ты будешь снимать концепт, или ты будешь снимать портрет. Придумайте каждый к истории сами, вот даже по-простому, вот по-по-самому простому, то есть если бы я съездила просто на эти два дня и привезла людей с книжками, но это вот было бы, ну, не так весело, мне кажется. А тут, ну, это может быть не самый удачный пример, но вот, в общем, да, в какую сторону. Ребята, я вам сейчас покажу прошлогодний проект про чеченских геев и еще два спецпроекта наших, потому что мы потихоньку-потихоньку с запозданием начали делать спецпроекты, потому что иногда формат и верстка сайта иногда часто, да, нам не позволяют делать что-то, что мы хотим, что-то более с большой включенностью, да, зрителя. И поэтому мы начали делать, пробовать делать спецпроекты на ради маги на платформе, знаете, наверное, да, что это такое, пытаться. У нас это не сильно, чтобы заходит, честно вам скажу. Но вот историю про чеченских геев визуальную портреты я принципиально решила, что мы будем так делать. Я вам сейчас объясню, почему. И мне интересно от вас послушать будет обратку потом, потому что это, в общем, вопрос. Я сейчас вам покажу. Вы знаете, наверное, да, что в прошлом году весной в Чечне начали массово задерживать гомосексуалов, мужчин в основном, по всей республике около сотни человек задержали. Несколько недель они были в ну как бы тайных тюрьмах, но эти тюрьмы все были при РОВД. То есть их задерживали неофициально, но официальные лица, полицейские. И у нас вышло об этом расследование. То есть источники Лены Милашиной с доказательствами, с географией, с именами начальников этих РОВД. Аюб Катаев, например, Аргунская РОВД. Об этом вышел материал. Не было имен, было два свидетельства анонимных. Естественно, люди не могли говорить свои имена. Вышел материал и потом еще материал. Доказательств не было никаких, потому что не было заявлений. Люди несколько недель провели в заключении. Их дико, страшно избивали, пытали током. Вот этим вот телефоном, когда концы провода подключают к тебе, к ушам, к гениталиям, к рукам, к мизинцам, к любым местам, которые им были интересны. И крутят потом. Это такой еще сталинский метод. И это, в общем, вся дичь происходит в 2017 году на территории Российской Федерации. Несколько недель их держали. Естественно, люди находили всех через контакты. Потому что изымали телефон, и сразу вся база, все сайты знакомств, переписка, все сдавалось. Плюс, когда людей пытали током, понятно, что они уже сдавали кого-то, уже не знали, кого сдать, потому что это нестерпимая боль. Дикие унижения. И через 2-3 недели их отдавали родственникам, то есть просто мужикам родственникам чеченским, со словами, что вот это ваши пидорасы, забирайте их и делайте с ними что хотите, потому что мы даже руки об этом орать не будем. Половина людей неизвестно где, потому что как вы понимаете кавказский менталитет эта тема там вообще она вообще там не вслух не произносится. О том, что есть какие-то ЛГБТ и кто-то не настоящий чеченец, да, в кавычках, там просто об этом не говорят. Там все сидели тихо по углам, была маленькая своя тема, маленькая комьюнити, где естественно все друг друга знают. И какие-то там сайты знакомств, переписка, но все это было тихо, шито, крыто, никаких, естественно, качаний свобод и прав. Но у Кадырова и у его людей периодически, да, у них все там волнами, то они там проституток расстреливают, то есть чистят там народ свой, то там террористов, то еще кого-то. Это все без суда, да, то есть вы понимаете, они просто задерживают людей, просто их кидают в ямы, избивают, пытают током без предъявления каких-либо там протоколов, обвинений и так далее, потому что обвинение было одно, ты, ты пидорас на словах. В общем, после того, как их отдали родственникам, а это сотни, сотни людей, и еще там, да, и рейды продолжались, то есть они брали новых, новых, кто-то уезжал, кто-то сбегал, кто-то пропадал, потому что родственники сами совершали это убийство чести, казнили, и об этом тоже говорят, но доказать это очень тяжело, как вы понимаете. В общем, ребята, которые были посмелее и у которых были чуть-чуть помягче семьи, которые смогли выйти в интернет или получить какой-то доступ к связи, благодаря ЛГБТ-сети российской, которая просто на уши всех подняла, организовала несколько шелтеров и начала вывозить тех, кто был в опасности, тех, кто был избит, тех, кто был реально там, на территории республики, просто их стали вывозить, перечисляли деньги, покупали билеты в Москву, в Питер, и несколько десятков человек сидела и ждала варианта эвакуации из России, потому что было понятно, что здесь они не выживут, что их просто здесь найдут. Благодаря ЛГБТ-сети российской и вообще всемирной, благодаря Мурату личной, Лене Милашиной, которые ходили, просто ногами они ходили по послам и просили открыть границу, ну просто просили визы. С учетом, ситуация была такая, не было ни одного заявления официального и было очень сложно объяснить зарубежным странам, в чем опасность. И если есть опасность, почему нет заявления в Следственный комитет? А потому что менталитет, потому что позор, потому что семья находится там, а семья это не 2-3 человека, как у нас, это тейп, это 100 человек, и если парень заявит заявление, что он подвергся пыткам в полицейском участке из-за того, что он гомосексуал, это позор на весь его род, начнутся разборки там, женщины из его семьи не выйдут замуж, его будут искать, чтобы отомстить, потому что его же братья, отцы, дядья и так далее. Ну, в общем, это жуткое, жесточайшее, средневековое, калечащее, нечеловечное, даже я не могу сказать, мировоззрение или что, но это так, это так, и это наша страна. И люди, которых пытали неделями, неделями, которые в таком травмированном состоянии позора, ужаса, страха, понятно, что, даже не то, что давить, даже там, что-то ждать, что они будут заявления писать, там, в полумёртвом вообще состоянии. Параллельно Кадыров собрал в Грозном, в мечети всех своих муфтиев, мулов, и, в общем, там была огромная сходка, многотысячная, и они объявили джихад новой газете. Значит, джихад новой газете они объявили за то, что мы клевещим на великий чеченский народ, но не за то, что мы клевещим о том, что они пытают своих сограждан, а о том, что мы клевещим в том, что у них, у великого чеченского народа, есть геи. И кара нас настигнет в любом месте, независимо от срока и без срока действия. В общем, там какой-то был адский текст на чеченском, всё дошло до Кремля, Песков делал заявление, что это не подобает угрозы журналистам, неприемлемы, они там как-то аккуратно откатили назад, что типа мы имеем в виду кара по суду, свет сзади, изменённый голос, и ребята что-то рассказывали, но это было там 2-3 интервью, совсем немного, совсем чуть-чуть, и я понимала, что мы, конечно, должны сделать серию портретов как угодно, со всей безопасностью, закрыв все лица, естественно, анонимно, но эти люди должны стать видимыми. И мы решили, что пока они не уедут, мы не будем это делать. ЛГБТ-сеть, наша помощь, небольшой, 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 ну в общем, выехало 106 человек. То есть, понимаете, да, психологическое состояние, люди вообще потеряли всё, то есть, понятно, что они никогда не смогут вернуться, никто из них почти не сказал семье правду, и как-то аккуратно, как-то или учиться, или работать, или на время, или к друзьям, потому что это болезненное для них признание, и каминг-аут просто невозможен в принципе, и дай бог там женщины, мамы или сёстры в семье догадываются, или как-то это чувствуют, да, а чтобы там сказать открыто, это вообще не вариант. И ребята, многие из которых вообще не уезжали дальше своего села или дальше республики, и первый раз летели на самолёте, оказываются в другой языковой среде, в другой культурной среде. Шесть стран их забрали, пять в Европе и Канаде. Абсолютно одни с этой новой своей, с новым я открытым. И все эти общежития, шелтеры бесконечные, непонятные с деньгами ситуации, со статусом беженцы, не беженцы, плюс, естественно, журналисты, плюс, естественно, вопросы дипломатов, где заявление, потому что, да, по какой программе ты беженец, ты на что жалуешься, где заявление. В общем, понятно, что фотографироваться, я к чему, да, что фотографироваться было сложно объяснить, зачем. И мы приехали, и это тоже было долго, потому что я встречалась с парнями, и я говорила, что я хочу сделать. Да, я просто говорила, я из «Новой газеты», я коллега Лены, и, в общем, это открывало двери, потому что, они говорят, мы не разговариваем ни с кем, кроме вас, потому что вы, то, что вы делаете, это только вы делаете, и только с тобой мы будем разговаривать. И ребята боялись очень. Это я к чему, да? Это я к тому, что одно из главных слов у нас, мне кажется, это бережность, это бережное отношение к герою. Мы просим доверия, мы просим разрешить право на съемку, мы просим открыться, мы должны объяснить, почему нам это важно, и мы должны объяснить, что мы будем бережны с его историей. В общем, ребята согласились, они согласились, естественно, анонимно, естественно, без лиц, без имен, без ничего, но я понимала, что для них это поступок, потому что, естественно, не все, у нас 12 портретов, естественно, не все, самые смелые, те, кто вот так у них внутри ходил, что они не хотели быть терпилами, и они понимали, что они ничего не могут, они не могут по закону пойти и требовать справедливости и наказания, и всего, но они вот не хотели прятаться, они понимали, что это их свидетельство такое, вот такие фотографии спиной неузнаваемые и так далее, и их прямая речь, их монолог, переводит их из статуса жертвы в статус свидетеля, и это предъява. И я, знаете, сейчас, я сейчас вообще не про фотографии, да, это очень простые фотографии, тут нету никаких-то композиций, наворотов и так далее, но вот для меня вот такие вещи, вот это то, что словом, сленговым предъяву я говорю, это то, что мы можем показать, это работает по-простому, просто снять. В общем, что я думала, да, по профессии, что мне надо снять ребят, чтобы они были неузнаваемы никак, то есть никакая история про вещи не работает, потому что по вещи, ну, если это значимая какая-то вещь, то она там раскручивается, история. Это не телесная история, потому что я думала, может быть, ну, это как бы про гомосексуальность, может быть, это открытые какие-то части тела и так далее, нет, это не работает, потому что части тела тоже узнаются раз, и два, не должно быть вот в этой истории гомоэротичности, да, как бы тоже по-простому скажу, потому что это не про это, это про преступления и против человечности, да, и там, не важно. И мне было важно, чтобы я не сняла их всех вот этими чёрными силуэтами сзади, с этим светом, ну, вот как телевизиончики делают, да, потому что мне было бы понятно, что у меня 12 героев, и они все разные, да, кто-то моложе, кто-то старше, кто-то, там, моднее, кто-то консервативнее, там, кто-то выпендрожник, ну, как бы, чтобы был характер хотя бы чуть-чуть, хотя бы в чём-то, да, и, в общем, мы с ребятами вместе, это, вот, это история про соавторство, потому что мы с ребятами сидели, думали, как мы можем, что мы можем снять, и мы придумали вот этот свет, мы придумали, просто, пожалуйста, спины, но, эмоциональные спины, да, мы выверяли просто каждую фотографию, я удаляла там десятками, потому что вот они смотрели, что, что можно, что узнается, где родинка, где татуировка, чтобы ничего не вылезло, чтобы там какие-то чужие, может быть, вещи, хотя вещи все свои, там где-то ключи мои, я расскажу вам, я не хотела рассказывать, но я, наверное, расскажу, раз просто коллеги в теме всё, в общем, я начала это снимать, и один из парней, его нет в проекте, чеченец гей, он мне сказал, слишком ты снимаешь красиво, слишком гейские фотки, ты всех должна снять или в пиджаке, ну, ты должна, чтобы как-то, это его слова, как нормальных мужиков, должна снять, чтобы, типа, они там видели у нас в Чечне, что мы нормальные мужики, и я, вы понимаете о чём, да, что это такая внутренняя гомофобия ещё вот внутри этого всего, да, и у меня тоже был вопрос, чёрт, а как я должна снять, ну, вот как, у меня тут есть фотографии в шляпе, да, и это не я придумала, но, как бы, вот это очень sensitive история, это очень штука, с которой надо быть аккуратной и в которой я, ну, как по тонкому льду, и я, в общем, думала про это, как снять, не слишком ли это, там, чувственные какие-то, может быть, да, фотографии, то есть, понимаете, в какой-то момент тебе ещё могут включить самоцензуру, и вот это вот, да, ты ещё начнёшь думать, а, ну, как бы, как это отзовётся, как, может быть, вот это вот его фраза, пусть в Чечне посмотрят, что мы нормальные мужики, и ты начинаешь, ты начинаешь про это тоже думать, да, потому что это не только твоя история, это ещё их история, но как-то у меня быстро нормальные мозги встали на место, я поговорила ещё с Леной Милашиной, которая сказала, Аня, это их история, они выглядят так, они носят шляпы, они не выглядят, не надо, не надо из них никого делать, не надо врать, не надо бояться смотреть, не надо пытаться быть мягче там, где не надо быть мягче. В общем, мы сделали этот проект, одно лицо у нас там лицом, это русский парень, это единственный русский парень, который временно жил в Грозном, попал под весь этот замес, он действительно гей, попал под этот замес, но он просто выехал, у него там не осталось никаких родственников, и ему как бы, его не держат никакие культурные, этические, психологические ограничения, и он подал заявление, открыто от своего имени, с открытым лицом, вот этот Максим. Вот год шла проверка, и ему отказали, в общем, возбуждение уголовного дела. Вот, из-за того, что я много с ребятами разговаривала, получилось так, что они, ну, то есть я поняла, что они могут ещё рассказать, я записала, и они мне разрешили их записать, их монологи, и у меня, помимо фотографий, хотя я фотограф, у меня ещё были тексты, людей, которые вот просто от первого лица рассказывают, что такое быть геем с детства в Чечне. то есть ещё у меня 12 монологов, да, к этим фотографиям, которые изначально я хотела сделать просто как фотографии, просто вот эти люди, вот они есть. Ещё очень-очень откровенных, очень-очень болезненных, жутких историй. Ну, в общем, я просто вам скажу, что вот один парень, вот в шарфе, который, он мне сказал, ты понимаешь, я вот сейчас тебе говорю, я гей, и я от звука своего голоса, я первый раз это говорю вслух, но вот там вот такая глубина происходящего, сидя, да, в другой стране, он это говорит просто вот в обнулённом состоянии, да, с телом, которое сантиметром чёрной корки резиной было покрыто, всё. В общем, я решила, что вот материал получился такой, изначально визуальной истории получилась история ещё с текстом, и ещё помимо предъявы за преступление, которую, да, я хотела показать, вот эти люди, вот они есть, они живые, они чеченцы, они геи, и в отношении них совершено преступление. Да, нет заявлений, но доказательства вот изначально, да, как эта история планировалась, получилось, что всё ещё сложнее, потому что это ещё история про то, как быть геем на Кавказе, как ты с этим растёшь, как ты первый раз говоришь это вслух, как ты абсолютно полностью меняешь свой мир, вырвавшись из средневековой консервной банки в Канаду, например, где, понимаете, люди из чеченского села приехали в Канаду, где вот как бы просто, ну, страна прекрасных фриков, и всем вообще всё равно, вообще всё равно, кто ты, что ты, в чём ты одет, как ты ходишь, да, ты просто, ты просто живёшь. И вот это вот ощущение свободы и такого, знаете, хорошего безразличия мира, когда как бы, ну, Господи, да какой есть, такой есть, но вот этого мало даже у нас вот здесь, да, в Москве, как у них всё поменялось и как с этим справиться и как они это начинают рефлексировать и как, ну, в общем, да, они об этом говорят прямо. Я просто поняла, что на платформе «Новые газеты», если мы сейчас дадим это фоточки и текст, маленькие фоточки и текст, что это будет слишком, ну, такой как бы проходной, что ли, материал вот в тему расследовательскую, да, и мне захотелось что-то сделать прямо вот, чтобы с вот этим погружением и с визуальным и чтобы дать читателям и зрителям понять, что сейчас тут чуть-чуть другое произведение, сейчас чуть-чуть надо, надо чуть-чуть перенастроиться, потому что вот это чуть-чуть, ну, какая-то тонкая, что ли, история, мне так казалась. И мы сделали спецпроект, я вам попробую сейчас его показать, с Ниагарского водопада, то есть вот эта стихия свободы, падения, вот что-то холодное, ну, в общем, он какой-то такой, вот и Канада, да, и в том, где-то там, то есть он какой-то ассоциативный, вот мне так хотелось, чтобы здесь был ни Кадыров, ни ЛГБТ-флаг, ни Чеченская какая-то, какой-то, это не портрет, да, чтобы это был какой-то, не знаю, символ, плохое слово и название тоже, да, не, ну, про принятие, про принятие мира и про принятие себя и про принятие друг друга и про неприятие, в общем, вот так, он, не знаю, сейчас как тут листать, но вот здесь как бы вся история на первых четырех экранах, есть, ну, в общем, да, здесь идут 12 портретов и текст, который вы можете прочитать еще полностью, то есть про этого героя прочитать всю его историю целиком, если вы ее откроете, а если вы не откроете, то вы можете пролистать их всех вот по очереди, в общем, мы собрали спецпроект изначально просто из картинок, ну, хотелось в какое-то другое пространство вынести, не знаю, это вопрос, вопрос, да, и кончается все одним открытым лицом, вопрос, я понимаю, что если мы сделали это просто фотографиями на сайте новой газеты, да, у нас было бы там 100 тысяч просмотров, этот проект собрал 30, то есть как бы в три раза мы потеряли, потому что, да, ты кликаешь сначала на сайт, потом ты кликаешь еще сюда, потом ты не врубаешься, что за видео где-то, да, то есть это непривычный формат, мы теряем очень сильно в просмотрах, я не сторонник сидения на вот этой игле, кликов, да, и счетчиках, потому что мне кажется, важно, ну, иногда вот это качество и время какое-то там проводишь, и важно, что он собран один в одном месте, да, и важно, что в Чечне смотрели, и что вот они заходят в одно место, и вот-вот они смотрят так, да, и мобильная версия нормально работает, то, что все с мобильником, но это вот вопрос, как встроить спецпроект на свою основную платформу, на которую удобно приходить, на которой хороший трафик, на которой уже, как бы, да, это традиционно все открывается, чем делать какой-то новый формат, неудобный читателю, непривыкшему, и, ну, как бы, да, люди уходят. Это, в общем, вопрос, но вот сделали так. Я вам еще быстро покажу еще два спецпроекта, которые тоже делались, ну, и с фотографией. Вот, короче, тоже, наверное, да, все, кто работает в редакциях, знают, да, есть такие штуки, типа, там, День города, Новый год, там, 1 сентября, последний, что там, последний звонок. Ну, короче, вот эта вот хрень, которая каждый год что-то происходит, и что-то, как бы, надо идти снимать десантников в фонтанах, этих выпускников в фонтанах, ну, в общем, вот это все. Там же, да, вы. Ну, в общем, День города, что мы сделаем? Дню города, что-то, ну, как бы, День города, тра-та-та. Идея Муратова, а время август, и он говорит, давай про вот этих всех рабочих, которые там, бывшего Советского Союза, тут нам кладут плитку, они кладут ее два года, Собянинская, Москва, потому что тысячи людей, про которых мы знать ничего не знаем, и это реально так, да, потому что, что мы видим, мы видим попки перевернутые, да, за строительной сеткой, которые что-то колдебарятся, ну, и которые нам мешают обходить, и мы, ну, я, да, я про себя, черт знает, из каких они стран, как они работают, они перемешивают ли они бригадами, где они живут вообще, живут ли они, платят им или нет, пытают их или нет, бьют их или нет, несколько лет, просто смотрим на попки, и понятно, что классная идея к Дню города, потому что это, это правильный момент, это привлечет внимание, но у нас было адски мало времени, просто у нас было три недели, чтобы сделать историю про мигрантов-строителей, и понятно было, да, вот те моменты, когда, слава богу, редакция «Новой газеты», это позволяет, вот эти горизонтальные связи у нас есть, и пользуйте это тоже у себя, вот эти два проекта, я вам покажу, они сделаны как бы вместе, да, в команде, когда ты подтягиваешь своих фотографов, внештатных фотографов, сумасшедших фотографов, да, и вы что-то вместе просто делаете то, что одному сделать сложно, ребята, к чёрту, ну как бы все взрослые, да, мелких нет, вот эти свои амбиции, это мой проект, я автор, это всё уже, ну как бы, это вот, ну там, до 25, ну вот, потом уже пофигу, что главное произведение, главное, как вы сделаете, иногда, вы работаете один, потому что это, ну вы один это можете сделать, только, да, не надо других людей, да, а иногда вы можете сделать только в команде, классно, не жалейте, никогда не будьте скупы на идеи, на проекты, собирайтесь вместе и башьте, это круче, просто круче, потому что больше ресурса, и вы можете больше сделать за время, в общем, короче, мы за три недели, человек, у нас там было 6, что ли, или 5, или 6 разных людей, мы сняли 9 героев, из 7 стран, Узбекистан, Таджикистан, Украина, Молдавия, кто у нас там еще, Армения, еще, в общем, ну основные, те рабочие, которые работали на улицах Москвы, мы просто сняли про них, там, асфальчики, пылиточники, цветочники, памятники, монтажники памятника, да, ну вот то, что на виду, была дикая сложность с контактом, ну потому что, да, прийти к ним и сказать, я хочу вас поснимать, в общем, там было тяжело, но нормально, то есть мы там пожили на этих строительных площадках, слава богу, там какая-то дикая анархия, потому что у каждой бригады, каждая бригада национальная, у каждой свой бригадир, значит, они все под субподрядчиков, в общем, если армянам сказать, что тот, значит, там таджик разрешил, а тут таджикам армянин разрешил, и всем сказать, что главный разрешил, то как-то там что-то, в общем, можно снимать, это была не жесткая история, которую можно было делать, и с точки зрения новой газеты, конечно, было бы дико сделать интересно, долгоиграющий проект о том, сколько им платят, сколько им недоплачивают, где они живут во всех этих жутких поселках при въезде к Москве, в которые, ну, как бы нам там не удалось попасть, особенно просто из-за времени, да, можно было сделать большой, серьезный расследовательский, визуальный проект, но она была принципиально к Дню Города, нам было принципиально к Дню Города, вроде как сказать спасибо, и чуть-чуть, чуть-чуть рассказать, как можно, про людей, которые, ну, как-то работали, да, мы напечатали бумажный номер, весь, он был вот с этой обложкой, чумовой, абсолютно, мне кажется, ну, это как, да, москвичи с той стороны, все-таки, и москвичи, это как бы они, да, и у нас, да, и, в общем, весь бумажный номер новой газеты был в этих историях, в разворотах, и маленькие тексты, которые были о них, я сейчас вам здесь покажу, мы сделали на русском и на родном, то есть мы заморочились настолько, что мы, блин, перевели это все на армянский, таджикский, узбекский, молдавский, и еще там какой-то язык, подняв всех своих друзей, это было легко, у нас никакого бюджета не было, мы просто подняли всех своих друзей, ну, там, 500 рублей, ну, какие-то, какие-то вообще копейки, там, заплатили, ну, и не заплатили бы нам перевели, то есть, я к тому, да, иногда думаете, так, то есть, я фотограф, я придумал проект, у меня должно было быть там, типа, 10 фотографий на каждого героя, да, но черт возьми, можно же еще маленькую историю, а еще можно ее перевести, потому что, ну, это такое уважение, это так красиво, и это так, на самом деле, и дизайнерски, да, что у тебя на армянах еще армянская эта вязь, и плюс это, как бы, ну, мы говорим спасибо, да, вот так, и это ничего не стоит, да, у вас у всех есть друзья, у вас, ну, у нас у всех есть контакты, это вот замутить такую штуку, там, три абзаца перевести, это, ну, несложно, и, в общем, эту газету мы раздавали, у нас палатка стояла на этой ярмарке прессы, значит, тут у нас, тут у нас МК, тут у нас Жириновский почему-то на ярмарке прессы, в день города, значит, тут мы стоим с мигрантами, и, понимаешь, мы стоим, и у нас тумба, там огромные фотографии этих рабочих, и было неожиданно, для нас это было, я сейчас к чему подвожу, к тому, что у нас была бумага, у нас был спецпроект на сайте, и у нас была еще вот эта уличная выставка, ну, условно, выставка, но мы вышли на платформу, которая не для нашего читателя, да, который там либеральный, который, как бы, там, за мир во всем мире, за добро, да, который и так все как бы знает, мы еще вдруг неожиданно вышли на совсем другую площадку, гуляющей Москвы, в центре города, в день города, с вот этой темой, очень простой, очень человеческой, да, абсолютно, ну, не чернушной, просто, знаешь, такая, знаете, такая, неплохая советская традиция, вот этих вот досок почета, да, где лучшие работники месяца, или что-то такое, вот как бы, вот люди, которые, вот этот город, работали для него, и немножко про них, и это был очень классный опыт, это было, в общем, неожиданно, там, и дети останавливались, и рассматривали, и разный текст, язык на разных языках, мы, естественно, раздали всем дворникам, всем там, кого видели, это было прям хорошо, я сейчас вам покажу, как мы сделали это, как мы сделали это здесь, одну историю мы показали полностью, то есть, смотрите, плитка, да, плитка, и дальше пошла история про армян, которые кладут плитку, сейчас интересно, ага, дальше она листается целиком, в общем, вы посмотрите у нас на сайте, если будет интересно, но, в общем, как бы, да, горизонтальная история вся листается про них, как они там по линейке, круглосуточно все это выкладывают, с маленьким-маленьким текстом, а дальше вы выпадаете на экран, на котором, видите, грузовик, метро, высотку, цветочки, помойку, памятник, то есть, маленькие детали Москвы, и ремонта в Москве, которые очень все для нас привычные, то есть, понимаете, мы вместо лиц здесь, то есть, мы могли показать здесь, там, шесть азиатских лиц, девять, но мы решили перевернуть, да, показать то, что они, ну, что они делают, что они трогают, и чтобы у тебя был интерес зайти и увидеть за этим лицо. И еще один последний проект, который я вам очень быстро покажу, очень быстро, тоже про подход, шестнадцатый год, какой там год это был, шестнадцатый год, двадцатипятилетие распада Союза. Все мы любим тоже эти истории, чего-нибудь 20 лет, или кто-то родился, умер, там, распалась, спалась. Распад Союза, и мы сидим и думаем, что мы, что бы нам сделать про распад Союза, 25 лет, красивая дата, и начинаем думать, что, может быть, какие-то места силы, места силы Советского Союза, что там сейчас, все эти развалины прекрасные, или, наоборот, новая жизнь, и, в общем, про это. И понимаем, что неинтересно про места. Вот неинтересно про места, неинтересно про что распалось, интересно про то, что выросло. И решаем снять героев, которые в девяносто первом году родились, то есть которым 25 лет сейчас. То есть новое, первое новое полностью поколение постсоветское. И та история про командную работу мы решаем тоже каким-то безумным, с отсутствием сроков, но мы решаем, что мы сделаем 25 героев во всех 15 республиках бывшего СССР. То есть 11 регионов России и 14 республик. Мы находим фотографов в каждой стране, Грузия, Армения, Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, все, короче, в каждой стране, Таджикистан, все вообще, да. Находим фотографов, это тоже несложно, мы их всех знаем, мы ездим на всякие конкурсы, знаем, кто где клёво снимает. Другое слово чуть не сказала, забыл, что пишут. Поэтому позвонить там о Дине Агановой в Тбилиси или, я не знаю, о Нисе Собери в Таджикистан, и сказать, слушай, у нас тут такой замут, денег нет, как всегда, но чуть-чуть есть. Хотим героя, который в 91 году родился где-нибудь там у вас и где-нибудь ещё в таком советском месте, чтобы вот что-нибудь такое с совком сопрягалось, чтобы посмотреть на фоне, чего он там живёт. Ну, как бы, это была неделя обзвонов, да, но, как бы, если ты знаешь, кому звонить, то у тебя там всё через месяц есть. Мы реально сняли 25 чуваков, я не знаю, сейчас получится или нет там уменьшить. Загнали их на карту. Не буду вам трейлер... Ах, тебе, я вам покажу трейлер. И сделали про очень-очень разных людей, очень разных героев, простых абсолютно. Естественно, нам все подснимали 30 секунд видео. Мы спрашивали, что они помнят. То, что тогда происходило, это была большая, великая страна, со всеми на все с вами, и на все с вами, естественно. Ну, это в истории не было. В плане свободы, конечно, себя чистить. Есть ли несколько человек или какие-то проблемы? Порассказываем, помню, что всё давалось очень тяжело на работе. Мы начали день, там, и день, и ночь стоять за продуктами, за вещами, что с этим, было немножко плохо. если вам интересно рассказывать маму, например, воспоминания, в основном, говорите мне. Учёба, школа, магазины, кусты, брюки, мечи, все ходили в знаках в формах в армию. Это террасполь. Мне хотелось какие-то лобчатки. И мы назвали вот этим панковским названием, которое ни хрена не значит. Непонятно, что это, но зато как вот рок-альбом. Ну потому что вот эти все как бы были варианты распад СССР, после СССР, вот это вот всё, но эти последние императоры, это вот так роскошно и вообще как-то непонятно, чёрт знает что, бессмысленно. Но в общем осталось название. И вдруг как мозаикой из довольно простых и случайных героев, которых там кто-то нашёл, но из-за того, что где-то там у нас Припять вдруг всплывает, где-то там Питер какой-то, какой-то Узбекистан, какие-то горы, село, настолько получается, знаете, как витраж вот эта империя, постимперия, с этим очень бытовым, с очень близким доступом документальным, это вдруг как-то стало любопытно. Я вам покажу всё последнее, просто я сейчас кликну вам свою историю, у меня была задача, не-не-не, у меня была задача про Москву, и я искала героя в Москве. Я искала героя в Москве, я просто про вот как я думаю, да, и я думаю, окей, мне нужна, герой мне нужен в Москве, кто, где искать, да, 25 лет. И мне нужен, с одной стороны, герой, с другой стороны, какое-то место, с которым он связан. Можешь вот Москву? И я понимаю, что для меня Москва, советская Москва, и как бы, и для меня лично и город, да, это ГУМ, потому что у меня в ГУМе работала бабушка. И все истории с детства, и все какие-то штуки, бабушка в ателье сшила пальто за кроссице, и у неё были руки все больные, потому что у нас с утра до ночи это делала, да хоть сюда фоток, и я поняла, что у меня место ГУМ, я буду искать какого-то героя, который там работает, и это легко, да, потому что это лакшери, это, скорее всего, там ногти, бриллианты, духи, явно там работают молодые, это очень про Москву, это бутики, и ГУМ – это моя личная история, которая у меня, это мой родной город, да, мой регион. И я начинаю искать героев, как мы ищем героев, боже, храни контакт, да, ты забиваешь дату рождения, и место работы ГУМ. И значит, там оно пошло тебе, там повара, официанты, там бутики, духи, я их ищу, и я понимаю, что у меня там вот 10, там, да, там 8, и я не могу, не могу, ну, не знаю, кому написать, думаю, сейчас я всем верно напишу, и я вдруг вижу девочку, которая год рождения, ГУМ – место работы, и дата, место рождения у неё Первомайск, это ЛНР, и я понимаю, она беженка с Украины, она беженка с Украины в Москве 2 года, и она работает в ГУМе, и я понимаю, что моя история будет про это, ну, потому что это про сейчас, это про 25 лет после распада Союза, это война, это в ГУМе, и я просто девочку хочу, ну, просто другого героя не будет, будет эта история. А, боже, что я там в этом ГУМе творила, там же, блин, пресс-служба ГУМа, там же бутик, там же эта девочка, которая просто, ну, то есть просто вот это полотно, просто не я была в Первомайске, я должна вас снимать, я знаю, что вы пережили, вот это вот всё, да, потом я к ней приехала, потом, в общем, ну, ну, я просто так её хотела, то есть ты, когда кого-то сильно хочешь снять, ну, кто-то тебе сильно интересен как герой, ты уверен в этом? Ты можешь убедить, и тебе довериться, и людям важно быть интересными, людям важно рассказать. И, в общем, абсолютно простые фотки, но про девочку в бутике в ГУМе, которая бежала от войны. Живёт на окраине, племянница, сестра, они все там в этой однушке. Сестра ногти дома на дому делает, тоже беженка. Они там йогой занимаются, ну, как бы нормальная семья, очень нежная, трогательная. С этим салом, с родителями, с которыми они постоянно звонят, там, которые остались. Ну, ну, и там, естественно, текст, какая-то маленькая анкета про СССР, про видеоинтервью, это про то, что вы, как фотограф, тоже все классно, когда делаете.